всем привет ребят добро пожаловать на дуэльный турнир сегодня смотрим сражение за третье место для тех кто подзабыл в третье место передвинулись рак и ну аду первый матч на карте брэнди холл за мордор и гранит рак а за арнор ну аду котик от подписчика поехали значит ну аду и надо играть в кардалан карта очень большая ставит барак хоббиты убежали так я не вижу шаграт и карбага кажется рак решил старый попсовый билд играть да в три в три барака он хочет очень много орков он не ставит разведку честно говоря тут можно было бы попробовать все-таки сыграть от роля но этот мне этот билд кстати больше всего нравится я редко играю текущую мету где таверна захватывает куча орков это как-то более стабильно он решил разведать но не уверен что он помешает ну аду крепить но может быть он сворует какие-то деньги если ему повезет потому что сундучок или два иногда даже в одной точке три сундука спауниться но не кроме сложность воровать он все-таки по сути одну клетку занимает грубо выражаясь эти ребята могут покрыть половину фундамента собой то есть минимум половину денег они точно сворует один сундучок возле некра и рак его успешно ворует учитывая что он не тратил на это никакие деньги ничего не терял почему бы и нет нормальная такая тема пошли орки в кредит надзиратель делается посмотрим как сработать его тактика он сразу же копейщиков делает потому что надо великий любитель фаст кавы и мы видим что он не изменяет себе в этом желании в этом матче не кори его отвлекает здесь это тоже отвлечение я уверен что рак не против получить какие-нибудь типа дивиденды с этой атаки но он вложился только сюда а тут апгрейд не делал так что это все-таки отвлечение надо прям как ювелир давит но все-таки натыкается на какое-то количество копейщиков я бы раку советовал отступить но у него подходят подкрепы но беда в том что у них нет копейщиков и это очень серьезная ошибка ему надо было просто отступить в его пользу сейчас был размен на мой взгляд и он мог бы соединиться с этими орками и продолжить пуш или отойти например кстати он видел тут а он не видел вот это здание сейчас получается что он слил 3 отряда орков это 450 монет и отряд копейщиков которые получается 200 монет 650 50 здесь еще 700 монет в ноль ничего не добился очень и очень плохо ну а доставит второй барак рак вышел в пауков как решил закрепить но и ну аду то же самое ну аду все крипы хочет собирать как же забавно я помню времена когда ну аду играл супер агрессивно постоянный раш а теперь особенно если он играет против игроков уровня zero или ну аку тоже довольно хороший игрок может послабее zero или разумеется но все равно хороший но аду просто криппингом занимается то есть пока он не заберет все крипы на карте он ничего не будет делать при этом он даже вражеские как видите пытается забирать неужели старость но увидим что рак слакает и технически ему просто денег не хватает но он никаких орков не загрейдил паучки очень хорошо съездили по войскам ну аду надо чуть-чуть орков подавил раку надо забирать фундамент он недоконтролил пауков печаль как же грустно пи пауков намечниках сливать супер грусть и в итоге он и здесь не добился ничего но он и он сдался да он тильтанул он смотрите он здесь не смог пробиться потому что грейд не сделал сэкономил но ему у него денег мало было он по идее мог бы только одну пачку за грейдить он решил не ту не ту не грейдить он пауками не смог задавить и крип забрать не смог то есть но аду забирает 300 монет сверху 500 монет снизу или справа точнее и пауков забрал это фиаско и при этом начальная атака тоже провалилась то есть в общей сложности рак потерял где-то больше двух тысяч решил что у него больше нет шансов на победу супер не повезло но конечно сам виноват принял неправильное решение следующее сражение прошло на карте лосарнах за арнор снова играет ну аду и за лот лориан играет рак блин я бы не брал лоло в таком матчапе но конечно они не подстраивались под фракции друг друга так что тут моя претензия снимается краку просто но я ему сочувствую на мой взгляд вот лориан очень плохо против арнора хотя я больше боюсь кардалана чем артедайна но вроде как многие игроки мне говорили что и артедайн тоже лучше чем лориан а в чем прикол против ну аду я бы не рисковал в эту тактику 600 монет стоят эти ребята если они закрепят тролля они могут конечно это сделать но медленно если они это сделают они окупят только пятихатку им нужно еще кого-то убить мне кажется только один матчап оправдывает использование этих ребят это ангмар потому что они призыватели могут своими обилками убивать очень легко и просто ну может быть если какой-нибудь гоблин или мордор играет фаст троллей ну гоблин может захватить тролля например то в принципе можно бы законтрить это этими ребятами но нет не сразу начинать не выходить типа где-то ближе получение двух очков дополнительных гоблин в других матчапах я бы их не строго он а так отогнал рабочего ну аду он не заберет этого тролля потому что ну аду явно не дурак он пошлет туда что-то он строит конницу с конец их убьет поэтому рак принимает наверное единственное правильное решение он не будет крепить троллей он будет крепить варгов только надо как и он не контролит надо было отбежать подождать пока лучник убьет всех собак это все это тильд он слил еще одну катку я уверен она да просто идет на следующий крип тролля давайте я на всякий случай объясню почему ему почему раку не стоило ни сюда бежать не сюда потому что почти почти каждый игрок знает что ну аду использует такую тактику очень часто за гондор за арнор то есть фаст барак копейщики снос барака потом фаст конюшня конница снос конюшни то есть у него очень быстро есть отряд для криппинга и очень быстро есть отряд конницы румель и арафин никогда в жизни не выживут против отряда конницы до любой даже ну может разве что ангмарской на чем то есть она приедет сюда это очевидно потому что надо не хочет давать деньги противнику как только он приедет сюда увидит что здесь никого нет рак джи не дурак не хотел это в рифму говорить сразу там крепится то есть он не успеет крип снести он тролля бы убил и там покосал сильно здание в итоге надо бы его убил и забрал бы без какого-либо размена если бы он пошел сюда то он наткнулся бы на вот этих ребят то есть надо сразу бы знал точно где находится его противник и сделал бы то же самое проконтрил бы его герой вот но к сожалению рак хоть и выбрал вроде самое правильное решение на мой взгляд но он не смог его реализовать в итоге у него ужасный старт в неприятном матчапе помянем кажется он лосей решает добавить но по идее у него только один вариант это играть от дефа может быть лоси помогут ему карта н лосей очень хорошо убивает но ну аду не любит играть в героев он некоторых дешевых делает как например халдер за лориан он его я заметил по крайней мере что он часто его строит вот но блин ну на самом деле может он и карта она любит строить не знаю кажется рак отбил один крип две пачки мечников тут готовы сражаться за деньги что по обилкам ворчант на сдувалку ветерман вкд держится в копейщиков чтобы не в копейщиков чтобы не огрести две сотки может получить три сотки получает идеально но теперь надо валить потому что мечники всех убьют держаться надо возле копейщиков это немного неловко но по идее если он через мост пойдет то он должен выжить они не смогут его обогнать как и конница не сможет он решает немного по-другому поступить ну окей вроде он тоже в порядке бегают копья и появились лоси ему надо больше он заказывает второй отряд окей если бы я сделал и если бы я делал ставку на осей как он я бы но как минимум два отряда может даже три бы построил я все еще не уверен что это сработает но попробовать можно если он сможет сейчас задевать все вот эти вот попытки атаки от ну аду то в принципе в лейте лориан нормально себя должен чувствовать против арнора попытка давить кажется неудачно еще лоси выехали но нужно еще учитывать один момент лоси это конные лучники но очевидно конные лучники не имеют такой хорошей брони как обычной коницы и вот что происходит если вы не давите постоянно даете им получать урон то даже мечники могут легко их перебить и то вот что мы видим собственно ну аду просто обычными мечниками легчайше законтрил ну раку придется запотеть пришлось бы западить он уже не запотел чтобы эта тактика сработала четко четко контролить ну один отряд у него остается и он задавил аж три пачки мечников кажется хотя может это они отступили я не обратил внимание если честно вот он продолжает давить но останавливаться ни в коем случае нельзя чтобы законтрить конницу мне кажется одного отряда будет недостаточно ему нужно два а вообще на уверенничать даже 3 так ну аду хочет прикрыться еще лоси появились здесь вроде как рак тоже успешно дерется может быть минус рабочий но он его угодит ну кажется он задефал этот малор то есть неудачный размер для ну аду а ну-ка давайте сравним 7 очков 385 7 очков 490 окей это еще не камбэк возможно тот слив того отряда очень сильно подгадил раку не смог он за камбэчить но это не критично то есть рак может сражаться как же четко заныкал конницу но аду рак не обратил на это внимание и не не забываем но аду выигрывает 500 монет хотя нет я вам наврал рак забрал 600 но аду выигрывает 400 монет рак рак забрал двух варгов но аду забрал двух троллей окей чуть-чуть денег чуть-чуть экономики если рак сможет еще пару раз успешно задефать эти атаки я не понял зачем он закинул вздувалку у него есть копья или нет а у него копья очень сильно коцаны он испугался походу что конница сможет подавить окей да даже трех отрядов недостаточно если конница уезжает чтобы ее эффективно убивать и контратака пошла но сейчас в принципе ну аду должен терять эту пачку рак немного а это не до контроля думал он давить будет мне кажется ему можно стрелять по копейщикам по крайней мере не получается ему нормально войска поставить он теряет пол пачки лосей делает халдера я бы советовал сделать апгрейд фонтана в итоге он решает вообще забить на ту атаку потому что с другой стороны еще целая куча идет один отряд лосей практически качанный и он получает 2 левел он давит дальше очень даже неплохо на самом деле не знаю насколько хорошая идея аварии строить ну в том плане что у него почти что саплай блок и он проигрывает я попытался армию укомплектовывать дешевыми войсками чтобы денег хватало на что-то дополнительное как варианту можно закрепить этих гоблинов когда у него будет передышка если она будет чтобы тут воткнуть дополнительный малорн ему нужно вылезти из саплай блока срочно каждый каждый слитый малорн очень сильно бьет по его геймплею он просто не может ничего подстроить . он потерял а тут какие-то отряды пробегали он их потерял то есть он может несколько отрядов добавить он сделал апгрейд лихолесь я теперь эти бараки стреляют поэтому он ставит барак спереди по сути вышка за 300 монет довольно крепкая крепче чем вышка обычная лот лориана но вы сильно ограничены печатями то есть вы и мне на спамить она в принципе вкладывать деньги в эти штуки может быть полезно я бы не советовал сильно увлекаться потому что раку все-таки нужно что-то что сможет позволить ему за камбэчу то есть какой-то мощный импакт в сражении вот например вот обычно советуют там легаласа какого-нибудь раннего сделать но против ну а да это не сработает повторюсь потому что он героев и строит то есть легалас не сможет какого-то дорогого героя убить потому что его нет там мы видим что светится баф арафанта у него прокачал кстати здесь он его прокачал но арафант скорее всего у него будет на базе сидеть очень много войск приходит в тыл пока что занят рак отбиванием атаки здесь нет копейщиков так что можно нормально давить но на базе очень большие проблемы падает ключевуха добавляются еще аварии мне нравится что рак не делает большую ставку на лучников когда у него есть лоси это неплохая тактика за лори но так как он проигрывает он просто не может ее нормально реализовать так он отдал подарки на халдера ему бы качнуть сейчас на 6 левел но это не так легко на самом деле вот тут тут как раз аукается то что у него лукарей нет если бы у него была куча лукарей и халдер стоял бы в них он бы намного быстрее качался а так он вынужден полагаться на себя самого на свой сплэшовый меч он берет 4 левел можно использовать защищать границы и он прям запаниковал и решил даже поставить фонтан и не до контроль его и не фонтан а пардон вышку фонтан то ему как раз бы еще пригодился потому что из трех отрядов ну технически все три отряда у него остались все он тельтанул но по факту это только сносит крепость и сдается ну в принципе я все понимаю не хватает скилла но аду все-таки топовый игрок вот один из самых сильных возможно самый сильный в моде вот но рак достойно сражался жалко конечно что допустил ошибки и не смог просто дойти до лейтгейма спасибо что посмотрели надеюсь вам понравилось всего хорошего чао какао